а теперь тетенька говорит по-английски ну хорошо все мы включили хорошо я начинаю отвечу это моя тема называется значение первых глав книги дворим вот в общем сценарии тоже когда я говорю об общем сценарии тоже я подозреваю что он есть прежде всего потому что это далеко не все так считают и там работу которая написала что такое тара и я там значит критикую этих библейских критиков потому что они не хотят признавать как бы что туры имеют свою концепцию свой сценарий они считают что просто сборник текстов и все такое я доказываю что это все не так но и сейчас тоже это глава она очень хорошо поддерживает то есть эта книга началась и начало этой книге она хорошо поддерживает вот эту идею что это все таки именно концепция один из моментов оказалось совершенно неожиданно получил поддержку у меня когда шаббат у нас был раф штерн раф юсалима поскольку его внучка его внук женился на внучке вот наш моего соседа и он сказал речь и я совершенно неожиданно я просто не думал что у харидим есть такие же как бы вот идей как и у меня и он еще больше подтвердил один из моментов которых я потом скажу и так я значит для того чтобы это вписать начало тех главы мид бар в эту концепцию торы я называю системой сверх системой даже вот то есть там абсолютно все математически выверено самом деле вторе вот значит что в общем то собственно говоря если одним словом сказать о чем тара тара учит нас спасение мы спросим от кого спасаться что спасаться вот окажется что это спасение на самом деле самого человека если коротко представить себе вот начале этой схемы я начиная с аврама аврам это отец возвышенный отец и вот его задача на самом деле как сохраните своих сыновей потому что он аврам он хочет семью он видит что творится вокруг народа убивают друг друга и увидишь это все связано как-то с разными верованиям хочет найти эту истину и он не преклонен своих желаниях вот до тех пор пока он не связаны всевышний видит его такой вот напорщись то есть он мог бы что звезды допустим разве сары не детей развелся сара взял другую жену имеешь там 15 детей и живи себе но его это не устраивает он видит что налетают другие народы варвары разные все-таки с другими верованиями тогда был ним рот и все такое и все это на корню вырывается он не хочет этого значит он задался вопросом как же спастись людям вообще человечеству ну что он не может спастись это ему потом всевышний объясняет один он должен стать народом он должен стать вождем многих народов и вот когда этот народ будет создан и он будет жить так как даст пример другим народам вот тогда есть шанс это исправить спастись это есть спасение фактически то что мы находим в конце дней да когда нет войн когда все хорошо когда люди живут совершенно по-другому и вот значит значит если мы рассмотрим на преддверии значит этой нашей главы книги бамидбар то мы видим что сначала создается род авраама все идет очень последовательно все это развивается совершенно планомерно три праца не случайно три там потом я сейчас не буду в этом говорить вот и значит этот рот размножается значит працы поочередно возглавляет этот рот пока они не размножаются до такого количества что они могут создать народ и они становятся им в египте и в конце концов значит они выходят из египта это переломный момент это уже книга значит шимот вот что дальше что по этому плану всевышнего происходит дальше создается они получают тору прежде всего он и выводит из египта на свободу они получают тору значит сначала они колеблются потом они ее принимают потом идет построение значит мешкана кажется необходим храм необходимо пребывание всевышнего в среде этого народа потому что народ должен служить ему всевышним он должен постоянно быть с ним связи и вот наконец книговая икра когда даются все законы как пользоваться этим храмом как надо в нем служить и что надо делать и казалось бы здесь уже все как бы очень хорошо и все закончено храм создан обучены они значит евреи как им пользоваться как все дальше делать и здесь начинается критический совершенно момент то есть это некая такая как бы учебка подготовка надо идти в землю израиля это главная цель всевышнего привести в землю израиля потому что народ не может быть здесь земли и вот что тут происходит значит мы видим очень сильный контраст который имеет очень четкое разделение когда это происходит переход и вот я буквально бегло так пробегу значит что происходит значит пересчитывается все колено израиля все совершенно не случайность много вопросов почему именно вдруг пересчитывается время и так далее и так далее но говорят просто любовь на самом деле не только это то есть я покажу сейчас что создается совершенно абсолютный порядок да в народе израиля все вышли выстраивает все абсолютно исключительно все и вот он начинается с того что он каждый признание кстати каждый пункт вот этого построения он начинается такими словами и говорил бог обращаясь к маше так здесь он говорит и корону так да и дальше все время к маше так и в каждый такой пункт происходит какое-то новое какое-то значит введение правил что же происходит сначала каждый признание свое они выстраивают значит сам народ каким стройман должен ходить потом следующим пунктом происходит следующее значит и вот трудословие арона маше пересчитываются все значит коины и каждый из них должен заниматься своим делом до левиты левиты не не сначала арона и маши арон и маши вот имена свина аронов и маши до первых сначала и да и он говорит это имена сыновей арона койна сначала койна потом это значит идут действительно леви да игрушка все в пустыне свина и так исчислить сынов леви исчисляется сын и леви каждому дается совершенно четкое задание и сколько он должен выполнять в каком возрасте и так далее и так далее значит и следующий момент у нас получается визите это были леви а теперь значит и говорил маше обращаясь может так вот все время это повторяется возьми леви то вместо всех первенцев здесь значит это приближенные они не просто выполняют значит работы они действительно как бы приближенные те кто должны учить народ на самом деле да вот дальше мы видим следующее что происходит значит потом начинается глава носу эта же тема продолжается опять-таки и говорил больше бог обращаясь к машине так и повели повели сынами израиля чтобы выслали из стана всякого прокаженного нас после того что все пересчитаны всем данное задание определенные начинается очищение стана от разных всяких вещей до начала высылаются всякие прокаженные потом опять и говорю бог обращаясь к машине так значит мужчина и женщина если совершать какой-то грех они должны признаться и тогда здесь не должно быть никакого человека который значит находится в стане у него какой-то грех у нее что-то там значит за спиной такое есть и это ему мешает быть цельным вот опять потом следующее я не говорю уже на пункты эти параграфы тоже значит следующее и опять-таки я говорю просмотрите каждый тору убедитесь в этом и говорил бог обращаясь к машине так если же нас врачи о чем здесь речет почему вдруг вот есть такой вопрос здесь о чистоте значит семейная чистота совершенно необходима то есть у мужа не должно быть никакого сомнения в верности жене и должен быть полный порядок потому что это все мешает ценности народа перед тем как он должен войти в израиль он должен быть очищен от всяких сомнений до от всяких каких-то проблем посторонних чтобы ничего его не отвлекало да вся говорю это делится такой вот абсолютный порядок теперь следующий момент что тут у нас такое вот сейчас я вам сейчас я не все записал вот дальше у меня идет значит после этого всего дается значит назир да тот кто значит берет на себя назирут значит дается законы а назирути да и кончается все в конце концов благословление значит он говорит коинам как и благословлять народ израиля вы все это знаете да как то что говорят коины во время молитвы вот и опять таки этот пункт он отдельно совершенно стоит и опять таки написано и говорил бог обращаясь мыши так то есть это совершенно четкая схема то есть здесь не может быть никаких сомнений что это просто какие-то случайный сборник текстов да вот и да богословит тебя бог и так далее хранить тебя и то что вы знаете да и да будет благословен тебе бог и помилует тебя и да обратит бог лицо свое к тебе и даст тебе мир все это должен быть шалом и должно быть шлемут значит так пусть произносят имя мое над сынами израиля и благословляет их вот закончилось полное значит поздравление и значит после этого значит после того что возвели этот шатер и он был помазан и значит начинается опять-таки церемония все это не случайно все эти церемонии начинается же приношение каждого колена и перечисляется занудно и точно каждый что принес показывается что все колено равны и все они приносят в храм все то есть вы видите что эти все главы вот бэмидбар да и насо и дальше бэхалатха там происходит вот этот вот поворот крутой очень да вот кончается насо этими всеми жертвоприношениями и все помазано и все очень хорошо и теперь начинается глава бэхалатха и опять это все продолжается и говорил бог обращаясь маше так и говори арану скажи ему когда будете зажигать светильник это ли к севой стороне миноры да обратят свет этих светильников но тут самое главное толкование мое мнение но тоже приводится и у других что перед лицом это значит при лицом всего народа это означает духовность и цельность в этой духовности если раньше все это были материальные какие-то построения здесь это в конце концов должно быть объединено и духовно то есть все должно быть полный шалом да вот вот это минора это это свет миноры это арон возносит этот огонь этот свет на жертвенники и продолжается дальше значит и говорил бог обращаясь маше так очищение левитов значит следующий момент вот значит левиты очищаются значит и опять следующий момент и говорил бог обращаясь маше так и говори сынами израиля так всякий кто будет нечист его нечистости концу к мертвому значит опять-таки правило очищение чтобы никого в стане не было не очищено и следующий момент и говорил бог обращаясь маше так сделай себе две серебряные трубы опять-таки этот порядок поддерживается все как надо трубить как надо объединять когда и значит призывать значит глав колен когда весь народ когда выходить на войну значит мы абсолютная значит вот все это вот выстроено и дальше и было во второй год во второй месяц 20 дня поднесла шахатра и двинулись на израиля поход здесь до до этого есть один очень важный момент который я бы хотел его отметить отдельно да вот после того что они пошли в поход и все и все как бы хорошо и это специально подчеркивается что их всевышний облако ведет что казалось бы не хватает там и вдруг совершенно неожиданная вещь да пока это еще не кульминация но это уже некое преддверие и сказал большим маше хававу сыну равену медитянину шурину маши отправляемся мы в то место о котором сказал бог его отдам вам идите же с нами и мы сделаем тебе добро ибо бог обещал благополучие израиля значит что вдруг кто-то делает литро почему это совершенно уникальный момент тут вот и главное толкование прочитаю главным она приводится у раши в самом последнем но я считаю что она должна быть на первом месте и он говорит не пойду но в страну свою на родину и на родину свою пойду значит что что маши хотел вот он его опять просит ты знаешь пристанище для нас пустыни был бы нам глазами какие еще глаза когда всевышний вот если пойдешь с нами он его просто как бы заманивает да что ты будешь вот как бы тоже главой и ты знаешь пристанься то есть он как бы вдруг забывает как бы на какое-то время что сам всевышнего ведет в чем в чем то дело это выясняется позже вот здесь вот после того что значит значит и тро уходит на самом деле в чем тут дело значит то чего не написано прямым текстом в туре что маши конечно очень проницательный человек и вот он видит что в народе есть разные мнения раз после того что построили этот мешкан после того что выстрелись после того что все абсолютно идеально и все красиво и хорошо и он видит что в народе что-то происходит не то и он знает что всевышний как бы полагается уже теперь на маши он ему все сказала мы все вот он мы видели да он ему все объяснил все сказал все построил все сделано в чем дело машина себя просто не полагается он вспоминает как и тро сумел организовать этот суд и он понимает что уитро есть опыт такого вот как водить этот народ как его убеждать и все не небесный метод не от всевышнего а земными земным руководством как это делать и вот после этого когда значит они двинулись и облако было над ними вот здесь вот этот вот момент он совершенно выделен да это считается даже отдельной книгой какими квадратными скобочками вторе это в главе бе халатха 35 36 пасук и это звучит так я вам напомню и было когда двигался ко все говорил маши встань бог и россии со враги твой разбегутся наставники ненавистники твои от лица твоего а когда останавливался ко все говорила вернись бог десятков тысяч израиля вот это вот значит связь как бы всевышним она теперь как бы должна быть внутри народа внутри вождей если ее нет потому что всевышний готовит народ жить на своей земле он должен сам как бы проявлять инициативу и творческий подход и несмотря на то что есть храм есть все что необходимо и для того чтобы общаться все еще не может каждый раз рассказать как ребенка водить его за руку и все должен быть самостоятельным у него должна быть эта божественная интуиция он должен понимать то что он выучил и теперь применять это все и вот об этом вот сказал никто не другой как сам равштерн именно вот этот момент он отметил то есть это от него идет то есть что и вот это вот в эти два пасука они являются переломными то есть переход от того что всевышний будет народ большей самостоятельности к тому что и неслучайно поэтому здесь и трогаете как все здесь очень все здорово это выстроено и сразу же сразу же что начинается после этого выражения смотрите я считаю это значит был тридцать потом начинается глава 11 первый первый пасукса и стал народ как бы роптать на бога и услышал это бог и возгорелся гневу все что такое спрашивается вот попробуем объяснить что на что роптал народ что чем они говорят что если совсуф ну пусть даже совсуф что ему не понравилось что вот я для того чтобы объяснить вот этот момент приведу такую как бы метафору такой как бы короткую притчу вот представьте себе что вы хотите действительно вот спасти свой рот свести свой народ и действительно выходите на связь с каким-то ну допустим супермагнатом все он говорит слушай я тебе дам такую машину которая все может никто не сможет устоять то есть она может и под водой и на воде и в воздухе и в космос летать и все она машина абсолютная никто не устоит но что ты должен очень хорошо уметь управлять этой машиной если что-то нажмешь не так и что-то покрутишь не так ты все испортишь значит ты должен постоянно учить и повторять все эти правила когда и как и что как и пользоваться вот вот представьте себе что вот этот человек который попросил согласился беда давай я очень рад что такая машина и вдруг когда он слышит чтобы так и так и надо все так строго соблюдать то что мы видели в предыдущих главах и все выстроено и все хорошо и все машина уже начинает ехать и все говорилось слушай знаешь что давай лучше не буду я не знаю вдруг я что-то не то нажму и все лучше я верну из египет как я там жил как я там кушал эту рыбу и все и не нужно мне ничего оставь меня в покое вот это очень похоже как маше сначала сомневался не хотел идти сейчас тоже самое вот этот народ когда он видит что это все как это именно в последний момент когда все уже так красиво выстроено это его пугает это его страшит почему потому что надо будет действительно служить очень серьезно работать над этим а он говорит а там нам давали даром даром это не то что даром без денег а даром то что не надо никаких заповедей выполнять и надо ничего все и мы вот там будем сидеть ими рабами там и умрем в этом египте как живи так и будем жить на кое нам нужно это все это вот такие сложности и вот здесь значит начинаются все эти попытки вернуть этот народ в свои рамки до сначала это вопрос этим мясом которые они и он их наказывали еще раз наказывает здесь есть только значит попытка последний раз всевышнего что-то такое наладить он говорит так ну хорошо вот и вы машине слушайте иди сюда машин вот собери меня здесь это сказать сказал бог обращаясь к машине если не говорить так здесь просто собери не 70 человек из старейшей израиля которых ты знаешь что они это тоже очень важно для продолжения они старейшие народа и насмотрщики его и приведи их шатро откровения и пусть станут они там с тобою я сойду и буду говорить там с тобой возьму от духа твой который на тебе и возложу на них домоносили они с тобой бремя народа этого то есть это уже один раз было это было когда получали значит тору и кировали там 70 старейшин и все вот на горе оказывается что это не приклеивается то есть народ эти эти старейшины при всех их желаниях и всех они обычно получают это вот они там пророчества какое-то время это очень быстро все исчезает они не способны воспринять этот дух они не способны воспринять этот дух и значит все это начинает разваливаться после после этого всего построения значит что происходит когда бог проявляет что он им дал мясо и все такое все это их не успокаивает и вот там он прибежал отрок и сказал что и да ты имей да даже пророчествует и все стали пророчествовать но это было очень короткое время такая вспышка вот и потом значит происходит опять уже в самом руководстве значит мир ям и арон поддаются всему этому настроению наговаривают на маше всевышний наказывает вот и я подхожу к сегодняшней главе значит только на самое начало потому что это не моя задача была моя задача была именно показать вот этот вот переход вот чтобы он был убедительный и здесь я только первый пасук я его просто скажу пару два слова буквально и говорил бог обращаясь машет так интересно что здесь повторяется вот эта формула то что когда был этот весь строй да все пошли от себя людей чтобы вы смотрели на не страну видите здесь он уже не говорит пошли людей я тебе там скажу кто их и все он вы пошли от себя это вопрос его он комментируется значит что это значит ну можно попробовать не как бы сделать реставрацию разговора который закончился вот этим указанием всевышнего да вот маша приходит к севышним году джава смотри ну что делать ты уже сделал этих 70 возложил на них дух и все и никакой шанса нету вот что 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 нужно что делать чтобы они наконец поняли что они должны делать то есть и как их как бы направить на истинный путь а а маша что бы ты что бы ты сделал допустим как бы ты бы поступил теперь он его предлагает какую-то допустим инициативу машет ну вот если бы они увидели хотя бы краешком глаза вот эту землю и все такое вот может быть они бы тогда поверили и были бы смелее пошли бы тогда и вышли ему говорит ну хорошо вот пошли от себя людей да он как бы дает это этому плану маши значит добро говорит давай посылай но при этом он ему говорит не просто так посылать ему нужны как бы объективные данные всевышнего не то что там кто-то что там пошлет каких-то людей в которых он уверен наши и как будто все хорошо нет это не проходит так по одному человеку от отчего колена пошлите каждый из них должен быть вождем то есть с одной стороны пошли от себя а с другой стороны кого послать и здесь маша конечно в растерянности он дает другое имя и шо значит еще становится еще вот и посылает значит от каждого колено потому что ему нужна объективная картина готов ли народ войти в израиль да вот и здесь мы видим что ничего из этого не получается это вот этот этот грех разведчиков когда они боятся они не хотят они видят эту землю и все все но они у них нет веры у них нет духа и они проваливают фактически все это дело все это двигается на 40 лет готовится заново начинается вся эта подготовка как бы такой тиранут когда надо учить тору надо воспитывать совершенно новое поколение которое не знала египта который обладает необходимой смелостью и решительностью чтобы так сказать и не бояться а вот выполнить этот завет всевышнего и двинуться значит в конце концов землю израиля дело в том что сам сам вот этот вот перехода от хорошего и стройного и всего плохому как бы да и так нарушению он в общем-то не кончается с этой главой он охватывает всю тору как вы знаете там азину потом в конце и все и ваша говорит я знаю что вы за наружность таковы иные чтобы все равно то есть это некий цикл сколько таких циклов будет нам неизвестно нам говорят что три то есть после этого значит вот сейчас мы находимся в израиле что вот это последний ну а лавай как говорится дай бог да то есть единственное что сейчас отличает народ израиля от всех предыдущих всех попыток это то что у него действительно есть вот эта машина да то есть мы видим наша армия она вот почти что вот та машина которая рассказывала она способна на все есть люди которые ей управляют и владеют и теперь есть возможность как бы брать тайм-ауты пока наконец не будет возможность действительно реализовать эту идею то вот все что я хотел сказать если прикинь то есть спасение как нам обещает тара я дает его метод вот я лавай чтобы мы это поняли сказать и действовали соответственно вот это мое слово значит если есть желание у меня я вставлю сейчас в чат ссылку на такого мультика дам он о том как тяжело менять значит вообще значит человеку обстановку да и перейти в какое-то другое состояние да это смешной французский мультик для того чтобы свободное время вы могли расслабиться длится 7 минут поэтому я вы сюда не включая тем более что мы сжаты во времени я его вставлю чат хорошо все это мое слово сегодня значит именно вот такой очень интересно познавательно за мультик отдельное спасибо народ посмотрит свободное да окей если у кого-то есть желание сказать что-то пообщаться с эмилием и прочее пожалуйста а если нет эмир спасибо окей ну народ выражает спасибо это уже хорошо когда мы плавно переходим к ныхами народ я правильно говорю народ безмолвствует ну замечательно спасибо ну хорошо вот очень много людей стали спасибо я тоже спасибо очень прекрасно замечательно очень интересный психологический расклад и актуарен в наши дни тоже окей особенно в эти дни формирование нового правительства то ну хорошо в общем даже вовремя да 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 елена с вами согласна ну хорошо уважаемая а давай мы плавно перейдем к тебе у тебя выключена каком-то совершенно другом совсем другим углом тем не менее я тоже сегодня задам начну с вопроса что такое что собой представляет таракт эмиль дал ответ какого-то одного с одной точки зрения я хотела упомянуть об этом разногласий которые существуют по этому поводу связи с темой которая я выбрала а именно как связаны законодательные отрывки которые идут нашем разделе после греха разведчиков почему они там появляются и так далее какой разногласий мы знаем это из-за нагласий раши и раббама и другим разделились по этому поводу в очень простой формулировке можно сказать это так является ли тарак книгой закон который довольно причудливом порядке представлены эти законы иногда друг другу противоречит и тогда дополняют но не выстроены как кодекс правильный тем не менее эти законы подтверждаются поддерживаются историями которые тара нам рассказывает она нам говорит вот надо хорошо и правильно себя вести и это когда мы не ведемся хорошо и правильно нарушаем законы получается плохо назидательный рассказ то есть ценность имеет законы которые нам бог дал и это главная задача тары нам передать а рассказ имеет вспомогательное значение например у рамбана у него другая рамбан нахмонид противоположная позиция он говорит ценность имеет рассказ рассказ учит нас правильному поведению в мире да параллельно есть еще и законы законы дополняют рассказ за законы нам объясняют как нам правильно действовать в жизни но главная ценность имеет нарратим рассказ история рассказная тары и далее вся история человечества что с нами происходит вот те же самые круги которые описывал иметь перед этим что каждый раз как бы наступаем ну может быть не те же самые похожие грабли и снова и снова приходится учить те же самые уроки это некоторый нарратив это некоторая модель и мы каждый раз смотрим на нее с разностью игры в этом смысле так или иначе возникает вопрос что не может быть просто так что законы даны в этом месте случайным образом вот так вот исторически сложилось что именно в этот момент после греха разведчика а кстати так сказать всевышний вспомнил я вам там в прошлой книге забыл сказать я еще хочу вам добавить несколько дополнительных законов которые раньше я не рассказывала безусловно есть смысловая и идейная связь между происходящим в таре между рассказанной истории и тем какие именно законы даны после этой истории мы уже об этом говорили в других недельных разделах например после один из смыслов после греха греха золотого тельца бог повторяет и дает еще раз законы чтобы подтвердить что союз остается в силе что союз подкрепляется обновляется и и при этом дополнительно всякие он дополняет законы связанные с запретом долпоклонства потому что это на этом был акцент грехе золотого тельца что это происходит в нашей главе после того как разведчики отказываются идти в землю израиля когда эта тема в общем завершена одну секунду только я и делаю просто чтобы мы видели как это после греха разведчиков у нас идет несколько законодательных отрывков которые очевидным образом связаны с этим грехом главная тема это этого раздела это земля израиль ценность земли израиль ценность соблюдения заповеди именно земле израиль и после того как эта тема вот здесь завершена пятнадцатая глава вот вы видите господь сказал маше говоря говорится нам израиль скажи когда вы войдете в землю поселение которое дают вам то есть первое же обращение подчеркивать вы не подумайте что вы здесь останетесь навсегда в пустыне да действительно есть некое наказание которое будет для вас исправлением также но главную цель не забудьте ни в коем случае главное это дойти до земли израиль и вот я вам сейчас скажу есть еще дополнительные вещи которые вы должны соблюдать я не буду сейчас подробно читать я перескажу о чем здесь говорится говорится о дополнительных жертвоприношениях в чем их суть до этого книги мы читали про жертвоприношения животных и про жертвоприношения растительные называется минха я не знаю как по-разному сказать хлебные приношения есть такие и есть такие а теперь оказывается что вместе с животными жертвоприношениями мы обязаны приносить еще и дополнительные жертвоприношения хлебные и возлияние вина то есть добавить тем жертвоприношениям которые казалось бы чисто животные еще жертвоприношения от плотов земли Израиля это заповедь когда мы будем земле Израиля напомним одним из смыслов приношения жертвоприношения это показать отдать богу основы нашей жизни то на чём мы живём мы питаемся мясом мы приносим ему жертву мяса мы питаемся хлебом мы приносим ему в жертву хлеб Здесь нам хочется сказать, что жертвоприношения, даже там, где это только чисто животные, невозможно их оторвать от жизни в земле Израиля. Мы думали, до этого есть, например, два типа. Одно же приношение животных, это чисто духовное, никакое это ни с чем не связано. Другое это приношение хлебное, которое связано с землей. Не бывает такого, нет, это бывает в исключительных случаях, но как принцип, в любом жертвоприношении должна быть связь с землей Израиля. Так же, как по многим комментариям, главный смысл соблюдения заповедей, это соблюдение их в земле Израиля. А некоторые считают, что вне земли Израиля смысла у них большого нет. Они также важны и старые заповеды. Но только для того, чтобы мы их не заповедим. Но главный смысл, реально то, что они могут что-то преобразовать в мире заповеди, это только в земле Израиля. И поэтому тут появляется новая заповедь. В любом жертвоприношении должно быть безлияние вина и муки, смешанной с оливковым маслом. То есть важнейших продуктами земли Израиля именно. Это первый отрывок. Второй отрывок у нас говорит о отделении хау. Не будут далеко распространяться. То же самое и здесь. Вдруг возникает новая заповедь. Когда ты замешиваешь тесто, ты должен богу отделить хау. Та же тема хау – это от продуктов земли Израиля. Но в данном случае есть еще и уточнение. Это не просто продукт земли Израиля. Это то, в чем смешаны действия Всевышнего. То, что природная вырастает пшеница и мое личное действие человека, который не просто так взял эту пшеницу, он ее смолол, он сделал из него тесто и должен выпечь из нее хлеб. И вот важность моего участия в преобразовании мира в земле Израиля. На это намекает хау. Следующий вопрос, он довольно интересный. Следующая заповедь, которая у нас там приводится. Одну секунду сейчас. И опять я должна подчеркнуть, что в каждой этой заповеди, в каждом отрывке он начинается. Посмотрите. Говорите им, что знавля нельзя, и скажи им, когда вы пойдете в землю, в котором отдыхало. Следующий отрывок говорит о том, что если же по ошибке, это совершенно неточный перевод. К сожалению, я просто беру из Исифона. Это неточный совершенно перевод. Если же по ошибке, не исполните какой-либо из всех заповедей. Совершенно неправильно. Такая формировка у нас идет в книге Вейкра. А здесь в книге Вейкбар говорится поразительным образом. Я могу привести на иврите. Не исполните все эти заповеди. В Икра там сказано одно из этих заповедей. Как это так? Говорится о всем обществе, которые совершенно перестали выполнять все заповеди. Все совсем. Это что-то такое совершенно нереальное. Поэтому большинство комментаторов говорит, что имеется в виду одна какая-то заповедь, которая соответствует всем остальным. Классическое понимание, что здесь говорится про заповедь долпоклонства. Я могу сделать интересный анализ тут, который показывает, что есть различные понимания вот этой заповеди, но это займет время. Я просто уже подведу черту и скажу, что можно понять это иначе. Можно понять, что имеется здесь в виду заповедь жизни в земле Израиля. Она равноценна всем остальным заповедям. И больше того, когда, просто в доказательстве того, что я говорю, одно из доказательств, можно вернуться к тому, в чем их упрекает Всевышний. Когда они не пошли в землю Израиля, он не упрекает сначала вообще, так сказать, в том, что они недостаточно любят землю Израиля. Он упрекает их в недостаточности веры. Вы мне не поверите. То есть у них нет достаточной веры во Всевышнего, что это, в общем-то, какая-то страна идолпоклонства. Поэтому ничего такого удивительного, что вы не будете исполнять всех заповеди, это тоже связано с землей Израиля. То есть мы видим, что после того, как был грех разведчиков, им даются несколько законодательных отрывков укрепить, подтвердить их связь с землей Израиля и необходимость помнить об этом и быть направленным в этом направлении. И далее это вот заповедь, о которой мы говорим, что если вы не выполните одной из заповедей, то тогда этот отрывок говорит о том, как ее можно исправить, какую жертву приносится в этом случае и так далее. То есть то, что важно, не отчаиваться. Действительно, вы поступили очень плохо. Одно из самых важнейших заповедей вы отказались исполнять. Будь то дедолпоклонство, будь то жизнь в земле Израиля. Но можно исправить. Вы ошиблись, вы подумали неверно. Есть путь исправления. Один путь исправления – это то, что они должны 40 лет привезти в пустыню. Другой путь исправления – принесение жертв. Все можно исправить. И больше того, в конце, последний отрывок, который дается здесь, законодательный, это отрывок, который мы читаем каждый день в несколько раз, когда мы читаем шмар. В котором сказано о том, что нужно сделать себе на одежде цицит, кисти, в которых будет голубая нить. И для чего? И будет она у вас, помните все заповеди Господни, исполните их, и не будете следовать сердцу вашим, а отчам вашим, которые влекут вас к благодеянию. То есть, если у тебя на одежде есть кисти цицит, то они тебе постоянно будут напоминать, где ты стоишь, куда ты идешь. И ты не будешь следовать своим ошибочным каким-то порывам. То есть, во-первых, есть путь исправления. Во-вторых, есть возможность предотвратить будущие ошибки. Еще одно слово, один отрывок, который здесь в середине появляется, это отрывок про собирателя. Я сейчас это, пожалуй, уберу, потому что я не хочу его читать. Собирателя дров. Это сам по себе очень интересный, важный отрывок. Есть по поводу него много разных мнений. Но одно из самых важных заключений, которое происходит, можно привести по поводу этого отрывка, тоже связано с заповедями и землей Израиля. То, что мы сейчас все говорили о том, что заповеди важны именно соблюдать и земли Израиля, и цель еврейского народа – соблюдение заповедей в земле Израиля. И таким образом он может повлиять на мир. Прекрасно сказал этот самый Микошеш. Мы сейчас 40 лет в пустыне, все это вообще, так сказать, суббота и все другие дела, мы не в Израиле. Можно пока ими пренебреть. И это была Ироша. То есть все хорошо, все прекрасно. Действительно, смысл, самый главный заповедей – это соблюдение земли Израиля. Но даже когда мы туда еще не пришли, заповеди тоже мы обязаны соблюдать, и невозможно трактовать это настолько широко. И все хорошо в каких-то определенных рамках. На этом я остановлюсь. Надеюсь, что я время не… Нет, все нормально, все замечательно. Очень, по-моему, очень было… Я очень торопилась, потому что я не думала, что будет нас четверо. Но, кажется, я все сказала очень кратко. Если есть какие-то вопросы, я думаю, три минуты хватит на вопрос. Проблем. Если у кого-то есть вопросы, по мне кажется, у Нехам очень положительная была проповедь, неправильное слово. Я хочу сказать, что очень важно нам каждый раз, когда мы встречаем законодательные отрывки, не отрывать их от истории. Являются ли они главными или главными является история, но они органически с ней связаны. Это была главная мысль. И показать, как все эти отрывки действительно органически связаны с темой сегодняшнего раздела, что это тема «Земля Израиля». Но, если есть какой-то вопрос или уточнение, я… Насчет исправления было замечательно. Но мне кажется, что Андрей, мне кажется, а вслед за ним я, мы будем такую более жесткую линию проводить. Мне так кажется. Ну, хорошо. Кто-то что-то хочет добавить, сказал? Да, у меня такое уточнение. Я, может, прослушал просто. Насчет того, чтобы выполнять всех заводей. То есть, мне кажется, что здесь может быть идея такова, что подчеркивается необходимость именно выполнения абсолютно всех заповедей. То есть, целиком, цельность, что все это мухша и ха. И вот, когда, значит, по ошибке не выполнены всех этих заповедей, то имеется в виду, что неважно какую, но даже любую одну какую-то из заповедей по вине общества, она не выполнена. То есть, не соблюдена эта вся цельность. Я поняла. Да, интересно. Да, это, так сказать... Да-да, это хорошая очень мысль. Я, главное, такого нигде не видела. Большинство комментаторов говорят, что идет речь о какой-то конкретной заповеди. Но это Дер Хадрас. Это как толкование. А в смысле идеи очень интересно. Спасибо. У меня есть вопрос к Мехаме. Мне бросилось в глаза, начало и конец главы, связанные вот этим словом латур, разведывать, куда посылают разведчиков. И в конце дается цицит, который как раз, чтобы вы не разведывали, и какая вот эта связь между этим? Нет, я думаю, что это очень интересный намек. Они пошли в альтатуру, не следуйте своим глазам. Они пошли... То есть здесь получается так, что конец главы я не знаю, это я просто фантазирую. Это то, на что вы намекаете. Конец главы, он как бы говорит, что они вот там, когда они пошли латур, они сделали что-то не совсем хорошее, потому что они пошли за своими глазами. А вот у них были бы цициты, они бы это не знали. Смотрите на цицит, да, и не будете там блуждать и вводить в грех народ. Ну, как бы, да. По-моему, это совершенно вырвано из контекста, но абсолютно просто. Не-не-не, это не просто так, одно и то же слово употребляется. Это намек. Почему вырвано из контекста? Это просто намек, это ремес. Это не больше. Ремес, который мы решивровали, может быть, слишком упрощенно. Но то, что в начале и в конце употребляется одно и то же слово, это совершенно не случайно. Конечно, есть разные комментарии к тому, почему они пошли, какие были их намерения, с какой целью посылал Маршея, какую цель они себе приписали. Но это уже совершенно, я не бралась сегодня говорить о грехе разведчиков, потому что есть другие договорщики на эту цель. Ну, хорошо. Мы идем по спирали экономического, эмоционального закручивания. У нас обсуждение становится все более эмоциональное. Так что все хорошо. Готовьте. Сейчас будут самые убойные выступления и обсуждения, я надеюсь. Андрей, пожалуйста. Нахама, спасибо, опять же. Да, сегодня мы разберем небольшой отрывок из книги Равушерки «350 слов», в которых коротенькие отрывки о каждой недельной главе. Называется… Чему 350, кстати, слиха. Это кто-то поручил Равушерке, какой-то Рав, написать вот именно в таком размере отрывок. Он был ограничен 350 словами и написал вот на каждую главу и на каждую автору именно такого размера отрывок. Да, именно 350 слов, правильно, да, это то, что я хотел сказать. Окей, Сабаба, слиха, да, слушаем. Да, вот отрывок про нашу главу называется «Благие намерения». Да, вот у меня вопрос. В Ибрите тоже есть аналог пословицы «Благими намерениями выслана дорога в ад» или это другой какой-то смысл? Да, ну я могу перевести, но у меня вылетело из головы. Есть такая штука? Есть такое, да? Есть такое выражение, есть. Понятно, значит… Вот «Логие нам», но это не совсем так, есть более… У меня вылетело из головы, есть такая штука? Я посмотрю сейчас в гугле, окей, беседа гамма. Ага, ну значит, Рав имеет в виду именно это? Да, 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 есть, это точно, да. Итак, история с разведчиками – это одна из величайших катастроф, которые произошли с народом. Пять вещей произошли с нашими отцами 9 авгу, и одна из них – это то, что был вынесен приговор, что они не войдут в землю Израиля. Слиха, 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 я, мамаш, нашел, ты, мамаш, на твою тему. Точное выражение такое – а «Дерах логие нам», «Рацюфак», «Каванот то вот», а именно «Дорога в ад» выложена хорошими намерями. Интересно, это же калька с русского получается, да, или наоборот? Наоборот, ну, будем, да, наоборот, 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 наоборот. Наоборот? Я не думаю, что с русским калька, это, видимо, где-то в другом месте источник, я поищу цитату. Ну, «Рацюфа», хорошо, а, ну, потому что «Дерах», «Дерах Рацюфа», выложено. То есть «Каванот то вот», как эти булыжники, по которым человек шагает, окей. Хорошо, слиха, я тебя прервал, я нашел, да. Интересно, конечно, откуда, кто первый сказал. Да. Итак, идем дальше. Как такое возможно, что десять вождей Израиля, которые даже во времена Мошер-Абейну считались великими и святыми, пренебрегли желанной землей и ввели в грех народ? Грех разведчиков отличается своей тяжестью от остальных грехов, большинство которых было в том, что они предваряли время. Тут есть такое, что грехи можно разделить, когда человек торопит время, он делает что-то раньше, когда нужно было подождать. Есть такие грехи, когда надо действовать, а человек ждет. И вот как раз этот грех – грех разведчиков, что они не действовали, когда нужно было действовать. Например, грех золотого тельца, они хотели приблизить схождение шхины. То есть они не дождались мыши, они хотели поскорее. Адам Ирешон хотел поторопить время вкушения плода. Однако грех опоздания, когда пришло время войти в землю, но человек не хочет вкушать ее благо. И этот грех опоздания свидетельствует о равнодушии и хосаршеихуд. То есть человек не чувствует, что у него есть какая-то связь с землей, что это не к нему, что это к нему не относится. И в этом его тяжесть, этого греха. В другом месте у Равы я читал, что когда человек торопится, это свидетельство о его сильной любви. Он очень сильно хочет, и поэтому любовь покрывает все грехи. А здесь наоборот. Это не любовь, это равнодушие. Когда нужно делать, человек не идет. Это свидетельство о том, что у него слабая любовь, и поэтому это более тяжелый грех. И то, что повлекло к этому греху, не похоже на причину большинства других грехов. У разведчиков, среди разведчиков были великие мудрецы Израиля, и ими руководил духовный взгляд на вещи. Они опасались, что в земле люди утонут в государственной жизни. Это приведет народ к падению в материальность, и народ забудет Всевышнего. И после этого будет невозможен моральный подъем народа после вот этой вот деградации. И поэтому они решили, что предпочтительнее оставаться в галуте, чтобы избежать вот этой вот опасности, которую они предвидели. Это можно сказать, с одной стороны, им в похвалу, но также им в укор. Потому что здесь также присутствовал недостаток веры. Зор говорит, что они согрешили тем, потому что знали, что после того, как войдут в землю Израиля, Мушер Абейну передаст управление и назначит других вождей вместо них. И они хотели остаться главами колен. Но при этом ими двигала не обычная воля от власти, но глубокое понимание, что требуемые способности для управления народом в галуте отличаются от способностей, требуемых в управлении народом в земле Израиля. Но поскольку они очень любили народ и были проникнуты верой в свою миссию, то они опасались, что те вожди, которые встанут в земле Израиля, не будут соответствовать их уровню. То есть, насколько я понимаю, чтобы государственной жизнью управлять, нужны более низкого духовного уровня вожди. И вот они это провидели, и таким образом они, опять же, подумали, что это как-то приведет народ к какому-то падению. И поэтому предпочтительно временно отложить исполнение заповедей заселения земли Израиля, для того, чтобы при этом колено остались под их руководством. Если все ясно, идем дальше. Для того, чтобы убедить народ, что не стоит входить в землю Израиля, они использовали впервые в истории аргумент, что спасение жизни отталкивает заповедь заселения земли Израиля. Слиха, можно одно слово сказать? Слиха. Я думаю, что здесь парафраза. Вот это вот то, что сказано Миштамшим, Ларис Шонаба, история. На самом деле в Израиле был такой очень оживленный или очень напряженный период, связанный с ословскими соглашениями. И тогда основная аргументация партии, которая религиозная поддержала, ШАС, вот, Раф Абадью Сетзаль, это как раз было вот это, Пико Ахнефиш, Духея Терас Исраэль. Понимаешь? Поэтому я думаю, что то, что здесь вот это вот Раф говорит Берешона, я думаю, во всем числе израильского уха, это точно звучит намеком на то, как это потом использовалось. Понимаешь? Ну, скорее всего, да, спасибо, потому что я как раз чувствовал, что намек на что-то есть. Да, и что имеется в виду? Что в войне, война требует человеческих жертв, и поскольку есть такой принцип, что спасение жизни, ценность жизни отталкивает всю Тору, Гамкен, Титхе, Митсват, Милхамай. Поэтому это здесь, это отталкивает заповедь войны, да, и за это именно они были наказаны, да. То есть есть принцип, что человек может нарушить Шаббат, чтобы спасти жизнь, да. Тут, с одной стороны, нужно заселить землю Израиля, но для этого нужно вести войну, в войне будут жертвы, да, и поэтому они решили, что можно отменить временно заповедь вот этой заселения, которая требует войны. Но за это как раз они были наказаны. Прости, прости, прости. Вот я все время перебиваю, дико извиняюсь. А что значит за это были наказаны? За то, что они неправомощно применили этот принцип? Ведь принцип сам по себе правильный. Вот это вот слово «альзе». Так а за что за это они были наказаны? То есть в данном случае им нужно было воевать. То есть вот это как бы та заповедь, получается, которую нельзя оттолкнуть вот этим принципом Пику Ахметиш. То есть здесь неправомощно было использовать этот принцип. Такая идея? Да. Что-то потому, что они были наказаны. Это не единственный заповедь, который Пику Ахметиш не отталкивает. Это, так сказать, то ли они недоучеялись, то ли у них были собственные соображения. То есть это есть такое в Балахе, да, что вот именно эту заповедь не отталкивает? Тут можно обсуждать, почему именно она не отталкивает. Ты можешь сказать, что это одноразовое указание, это специфическая ситуация. Но кроме этого еще три заповеди известные, которые ты должен умереть, но не приступить. Ну, это Кибуш и Расисраэль в этих трех заповедях нет. Мне просто удивляет, что... Это личные заповеди, потому что там перечислено. А Кибуш и Расисраэль – это вообще другая статья. Тут совсем другая ситуация. Мы сейчас неохота влезать в это. Ну, понимаешь, здесь как-то очень однозначно, меня как-то поразило или резанул слух, что Раф очень однозначно просто, очень коротко говорит, «альзенэншу», то есть он как бы, вот самый сложный момент, за что они были наказаны, вот здесь он говорит. А как бы представляется, что это, в общем, что-то неоднозначно, что они не могли применить это. У них есть прямое указание Всевышнего, что делать. Они такие умные, говорят, не то, что Всевышнему нельзя возражать. Мы еще в книге «Болинт-Бар» видим много случаев, когда они проявляют инициативу, и Бог с ними соглашается. В данном случае, так сказать, все непросто, конечно, но они ошиблись. А в наше время? Андрей, я дико извиняюсь. А в наше время? Ну хорошо, а в наше время это тоже очевидно? Наверное, нет, потому что сколько раз пользуются этим те, кто против поселений и все прочее. они именно используют этот доцер? Ну это не очевидно. Какие-то требуют сложного глотического разбора. Действительно, есть разные мнения. Но у нас сегодня нет прямого указания. Окей, ну может быть, из-за этого действительно, да. Есть разница, есть. Да, Андрей, слегка, 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 слегка. Как раз хорошо, да, что есть о чем поговорить. Вообще, это очень странно то, что вот эта заповедь так применяется либо с той стороны, либо с другой стороны. Я не знаю, где она вообще фигурирует, поскольку война за эресом Сраэль, она, например, то, что мы читали и того, значит, в главе, когда есть те, кому можно не идти на войну, да, вот там посадил виноград или кто-то женился или так далее, они могут идти. Это война, так сказать, совсем другого типа, да. Это не за эресом Сраэль. Это война... А вот когда идет война за эресом Сраэль, тут никаких... Нет, никаких... Никаких, как бы... Облажек, да? Облажек, никаких. Кроме того, что это, слушай, пора не может противоречить здравому смыслу, да. Здравый смысл говорит о том, что в любой войне всегда есть шанс того, что кто-то погибнет, потому что это война на войне, как на войне, как говорится. То есть вдруг такое заповедь использовать, это как-то, конечно, очень тухкам, как бы. И вообще вся эта система вот такая вот, если вы уже привели это выражение, что, значит, благими намерениями вылез на дорогу в ад, я тут считаю, что тут благие намерения со стороны всякой попытки оправдать вот этих разведчиков, которые просто струсили на самом деле. Полным... Это неоднозначно, неоднозначно. Я считаю, что это однозначно, потому что... Я однозначно. Увидите дальше, что это неоднозначно. Есть разные мнения, это очень сложно. Я не знаю, это... Я считаю, что даже, даже то, что говорит Зор, что они, значит, хотели остаться у власти, что это как бы борьба за власть, Это, я считаю, что это тоже какое-то оправдание, даже их, поскольку на самом деле, когда они пришли на это, выведали эту землю, все, и увидели ее, да, что они о ней говорят. То есть, это не... Я скорее верю именно этому, чем тому, что они все так коллективно вместе, все 10 человек, придумали одно и то же. Понимаете? Окей, Эмиль, сори, давайте продолжим читать дальше. Это, кстати, тема на данный, наверное, будет. Да, 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 да. Вот я буду очень на эту тему говорить. Там очень неоднозначно и рамбам, и рамбан, они как раз это поднимают, эту тему. Ну, хорошо, прочитаем дальше Рава Шерка. Сликай, если я кого-то перебил. Андрей, ты знаешь? Да. Тора предостерегает, что подобный аргумент может снова возникнуть в истории, да, и тогда, чтобы мы знали, как ему ответить, да, на этот аргумент. Да. Правы были Йошуа Бенун и Калев. Заповедь войны перевешивает принцип спасения жизни. Хотя они были в меньшинстве, против мнения большинства других великих мудрецов Израиля того времени, но они сказали, да, это Калев и Йошуа, поднимаясь, поднимемся и овладеем ею. То есть, землей Шелом и Кубаль. То есть, это не характерно для Торы, что Аллаха идет по меньшинству Шетцарих, Ликбоша, Терец и Израиля. То есть, понятно, меньшинство говорило, что нужно идти, большинство говорило, что не нужно идти, но тем не менее, как правы были те, кто остались в меньшинстве. Уникальные силы Йошуа и Калева превратились в вождей в вождей превращают их в вождей высочайшего уровня. Да, да, да. Они из колен Йогуды и Ефраима несущих, которые несут мессианскую силу. Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. И они спасают честь народа и честь мудрецов Тора во время Геулы. Ну да, это, я думаю, и тот Геула это парафраза на наше время. Опять, мне так кажется. Ну, не очень понятно, да, что, нет, в то время понятно, да, что там нашлись среди 12 двое, которые правильно именно рассудили там по Аллахе, что там война, она не преобладает над Пикуахнефиш и так далее, да, но как вот именно это сейчас во время Геулы? Сейчас в том смысле, что аргумент о том, что Пикуахнефиш Дохе отталкивает или из-за него можно пренебречь заповедью завоевания земли Израиля, если действительно пользуются этим принципом, то она наносит как бы урон чести, национальной чести, понимаешь? А они, которые показали, что этим нельзя пользоваться, они спасают честь народа. Почему? Потому что я сейчас, как бы мне кажется, что я иду за Рауом, потому что он считает, что, например, ну, как бы пересчет на политические реалии, там, не знаю, Осло и голосование за то, чтобы соглашаться на отдачу территории, что означает не завоевание земли Израиля, это национальный позор. Извини, пожалуйста, всего лишь национальные чести? Ну, что значит, всего лишь? Ну, как бы он считает, что это самое главное, квода шеля ума. Ну, не знаю, так Рафф пишет. Эмши мы целим от квода шеля ума. Ну, может быть, ума это имелось в виду квода шеля ума. Тогда, то есть народа еврейского тогда, потому что дальше идет расширение, да, ветк водам, также честь всех тех знатоков Торы во времена освобождения. Я думаю, что, ну, понимаешь, он играет здесь, Рафф играет, и все время такой идет за сцены разговор, потому что, если это читает израильтянин, то, как у меня прозвучало, как минимум, у израильтян будет точно так же. То есть в наших глазах все время идут вот эти вот спор между теми, кто за завоевание или в пересчете, опять же, за территорию освобожденной, отдавать, не отдавать и все прочее. То, что тогда Раф Авадя сказал, это был удар, конечно, это был удар, потому что это было мнение, зната которой, который сказал, в определенной степени тогда ШАС действительно сыграл свою роль в том, что Ословские соглашения были приняты. Здесь мне кажется, что это как бы какая-то тут не обидится какая-то политкорректность, потому что когда уже они сами сказали, то есть Ильон или Раф сказал, что они как бы из рода Машехов, да, то есть Машех это не квода, Машех это спасает нацию от вырождения, от гибели. Это никакое не просто какое-то уважение или что-то. Здесь какая-то попытка уравнила в чьи-то кое-что молнии эти, а эти они просто хотели кводаарец, а те вот хотели слишком много политкорректности на самом деле. Мне кажется, что это опасность не видеться в таком вот по-псходе все уважить и оправдать. Вот поэтому я говорю, что надо называть вещи своими именами. Всевышний не дает такое простое наказание, такое легкое тяжелое вернее, чтобы так сказать именно показать это, дать понять, что народ должен был все поколение должно было остаться в пустыне, умереть в пустыне. Это не шутки, понимаете? Это очень серьезная какая-то вещь, такая нарушение. То есть это именно желание выполнять Божественного. Именно это, я считаю, главная причина. Тут нет смысла их оправдывать. Тем более, что мы с этим встречаемся. Действительно, это все очень актуально сегодня. И для правых стадий, и для левых тем более. Понимаете? Для всех актуально. Окей. Ну, хорошо. Есть вопрос у Тимофея. А, Тимофей, пожалуйста. Я не видел... Такой вопрос, если можно. Какая все-таки программа политическая была у разведчиков? Вообще не входить, оставаться в пустыне или выходить, но позже? Если входить позже, то на каких условиях? Какую идею продвигали, в первую очередь? Ты знаешь, что... Ну, я не знаю. Если у кого-то есть ответ, то... можешь правильно дать ответ. Если прямого ответа нет, я бы предложил слегка прослушать следующий кусок, который я хочу как бы изложить, потому что там как раз разбирается, в чем была как бы задача, что было возложено на разведчиков и где как бы проблематика в том, что они несколько поменяли свое назначение. Понимаешь? Насчет политической доктрины, я не знаю. Я думаю, что как бы идея была не политическая, доктрина. А идея была некоторая функциональная вещь. Мне так кажется. Не политическая доктрина. Вот посмотрите мультик. Там как раз есть об этом как человек, который оказывается в таких хороших условиях, не хочет менять обстановку. Это, конечно, мягко сказано, но посмотрите, увидите. Окей. Я боюсь, чтобы народ не стал разбегаться. И с вашего позволения вот прямо продолжаю с того места, где закончил. Андрей Илья Васильевич близко к этому. Я предлагаю вам такую детективную историю и как бы развитие сюжета. Нам вот важно понять ситуацию. Почему-то все черное у меня на экране. Нет? Странно. У вас тоже экран черный? Ну, не важно. Все там. Пин. Я себя сделаю. Пин. Окей. Итак, какая идея? Значит, Давайте посмотрим. Вот представляется и по комментарию тоже как бы мудрецов и Рамбама, и Рамбаны, и как бы других, и самого Раши совершенно по прямому смыслу совершенно непонятно вот этот вот разнос с одной стороны между чудовищным наказанием, да, а с другой стороны между тем, что как бы не очень понятно, а что они неправильного сделали. Более того, разобегая, я скажу то, что меня самого поразило, если посмотреть в дальнейшем, мы видим, что продолжают посылать разведчиков. То есть в самом посылании ничего плохого как бы не было. Окей? И нам вот очень важно понять, мне кажется, что Рафханан Парад, он очень красиво как бы, ну или правильно находит вот некоторую точку, вот именно точку. Я после короткого сообщения я вот просто вас спрошу, прочитаю вам фразу и скажу вот из всего изложенного, пожалуйста, скажите, вот какое слово, которое было ключевым, из-за которого они были наказаны, из-за которого они, грубо говоря, прокололись. Окей? Ну хорошо. Идем дальше. Или как бы начинаем. Значит, подчеркиваю то, что уже как бы прозвучало раньше, но тебе не подчеркиваю. Значит, посылание разведчиков было по прямому приказанию Ашима. И это как бы это надо понять. Это главный, это как бы один из главных параметров. То есть, они не пошли сами. Это было не их как бы воле изъявления и воле изъявления. Это не было, это не было их как бы самодеятельность. Да? Окей. С одной стороны, вот просто как бы прочитаю эти фразы, да, в быстром переводе на русский язык и говорил Всевышний Моше, говоря, шлах лыха. Шлах лыха, это очень, это просто вот такой циву приказательное слово. Пошли. То есть, тут даже как бы тут никаких разночтений быть не может. Просто шлах лыха. Анашим пошли себе людей. Единственное, что как бы немножко сложно, вот это вот слово лыха, да, мы сразу это замечаем. Шлах лыха, то есть, пошли как бы себе. И это начинается как бы не мне пошли, а себе пошли. Зачем слово лыха? Ну, по простому смыслу шлах лыха, пошли, просто по-русски переводится пошли, людей, ваятуру это арец, да. Для тех, кто не знает, в скобках говорю, министерство туризма называется Месрада Таярут, Ала Тур, это действительно типа как турист, скажем, в современном изложении. То есть, человек, который не просто от точки А до точки Б ходит, а он ходит и вот такой Ала Тур, он вот так смотрит, высматривает, записывает, пишет себе в дневнике, я сегодня видел то-то, я сегодня видел то-то и 5-е-десято. Это называется лотур. То что? Фотографируют, да? Ну, да, да, то есть, ну, как бы разведданные, грубо говоря. Смешно, что в современном иврите Таяр это турист, но тем не менее, да? Итак, пошли себе людей, да? Опять же, обычно Анашим это Аншей Шем, то есть, когда говорят люди, имеется в виду уважаемые люди. Это Андрей говорил, понятно, опять тоже, все опять же, это усложняет нашу задачу понимания. Были посланы непростые люди, не просто ребят, которые умеют быстро ходить, да? А были плотнее, а были посланы уважаемые люди с каждого колена, которые, в принципе, они должны были понимать, что им надо делать, им должны были проколоться, да? А дальше, чтобы они, вот, Ятуру, то есть, проследили, посмотрели, собрали разведданные, Эрц Кнаан, землю Кнаанскую, а вот дальше, конец тоже интересный, Ашер, они нутенли вне Исраэль, то есть, не просто, а это земля, которую я дам, я дам народу Израэля. То есть, вообще говоря, это как бы не очень понятно, зачем их было посылать? Сказано, я отдаю эту землю, ну, а что тогда, ну, если ты даешь, мы с этим как, ты даешь, спасибо, а что как бы проверять? Я не хочу сказать грубую эту самую фразу, сейчас мне пришла в голову, да, дареному коню в зубы не смотрят, слиха это, но как бы, а что смотреть? Ну, как бы тебе дали, понятно, что это хорошо, до этого сказали Эрдзавад Халафудваш, земля, текущий молоком, а что проверять-то? Итак, смотрим, а теперь смотрите, смотрите, с другой стороны, с одной стороны, мы видим как бы нормальное приказание, совершенно нормально, как бы по-человечески понятно, что надо сделать, пойти, наверное, имеется в виду реконансировку, посмотреть, как пройти туда-сюда, ну, чисто технически, сбор разведданных, да, а вот смотрите, если посмотреть 106-й Псалом, как, как, да, в поколениях, в поколениях, как рассматривается, оценивается их действие, то есть, вот, насколько с одной стороны, практически понятно, а с другой стороны, насколько чудовищно это выглядит, да, русский перевод, и презрели они землю вожделенную, не поверили слово его, и возраптали они в шатрах своих, не слушая голоса Господня, и поднял он руку свою для них, в скобках поклядше, повернет их в пустыню, и потомство их повергнет среди народов, и рассеет их по всем странам, видите, какая чудовищная вещь, то есть, казалось бы, из-за совершенно непонятного, нам до сих пор совершенно непонятно, что они сделали неправильного, да, и в отношении них самих, то есть, они кроме двух, которые, Яшуа бенун и Калев бен Яфуна, да, которые, как бы, высказались против того, что они сказали, сейчас посмотрим, то есть, их оценки ситуации, их оставили в живых, и они удостоились, и так дальше, а эти, как бы, остальные, где-то человек погибли страшной смертью, традиция говорит, что у них языки распухли, как бы, во рту, из-за того, что они, как бы, злословили на землю Израиля, они задохнулись, и все, кроме того, все поколение, все поколение вымерло, как бы, погибло в пустыне, более того, более того, в Тишаба, ну, как бы, пост Тишаба, каждый год, и мы каждый год вспоминаем про, 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 про их грех, и вот важно понять, а в чем, как бы, они прокололись, потому что это непонятно, значит, смотрите, интересно, например, Раф Кук, тоже, вот опять, закручивая вот эту вот диспозицию, закручивая, вот это вот, неуравновесие, не, не равновесие в том, что они сделали, то, что, как бы, это, и то, что получили, и, как бы, результат их действий, да, Раф Кук, например, как говорит, он говорит о том, что их грех, роде футану, меаз ва даем, он преследует нас с тех дней, и с тех времен, и до наших дней, как? Ну, непонятно, из-за чего, то есть, как преследует, понятно, там, и галут, и все, да, ну, 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 а что конкретно? И дальше, Раф Кук вообще жутко, он их определяет, их действия, он говорит, бебетуй, называется, когда на иврите говорят, что это ужасно, говорят, мезоозе, вот мезоозе, это такое содрогающее что-то, от слова зоозуамох, например, сотрясение мозга, не про нас будет связано, то есть, вот, вот бебетуй, бебетуй мезоозе, это начать какое-то просто вот сотрясающее сознание выражение, он говорит, зоамат мераглим, зоама, это ужасное слово, вот есть, как бы, чистое, да, теора, есть тума, да, нечистое, с точки зрения, как бы, а зоама, это вот такое простонародное, это даже что-то типа простонародного, это просто грязь, вонь, вонючка, это что-то, зоама, это, это даже, прямо противоположное, просто понятие некоторой чистоты, правдивости. Когда, например, министерство экологии говорит, что какое-то вот там область, она не заражена, загрязнена там выбросами, не знаю, чего-то какого-то предприятия, говорится зоума, зоума тоа-вер, то есть, вот... Но в медицине, например, просто зеум – это заражение. Заражение, да, но вот это вот зараженность за ума – это заражение. Ну, это современные языки, оттенки, да. Окей. Итак, давайте поймем, откуда начинается вот этот грех разведчиков, который потом раскручивается вот в такую чудовищную историю. Да, вот интересно, Раша пытается по-простому отбить, да, и он говорит о том, что само посылание в этом уже была основа греха. То есть он говорит, «Эцем шилох амераглим я судобэхэт». То есть само посылание было. И это выглядит как бы странно, правильно? Ну, как бы, соответственно, прямое приказание, да. Но с другой стороны, наверное, Раша идет потому, что, я думаю, вот это вот на слове «лыха» – пошли себе, в том плане, что мне это не надо. Я как бы сто процентов вам даю, я все как бы все обеспечу, все будет нормально. Но если вы сомневаетесь, да, если вы сомневаетесь, тогда посылайте. И Раша, говорится, в самом посылании уже была основа. Я в скобках скажу, Раф Ханан про это не пишет. Мне как бы кажется, что есть какая-то параллель. Мы видим такие вот случаи, например, приходит в голову, например, Моше. Когда, с одной стороны, Всевышний как бы оставляет место для, ну, какой-то не то чтобы двусмысленности, но для того, чтобы человек сам определился, делать или нет. Моше, например, история, да, со скалой. Когда ему было сказано, просто напрямую сказано, возьми посох, ударь по скале, он ударил. За это он был чудовищно наказан. Да? Ну, казалось бы, ему напрямую было сказано вообще, ударь. А за что тогда его наказали? И вот с этим мироглем как бы такая же история. С одной стороны, есть прямой посыл, прямое приказание. Пошли себе, да? Ну, с другой стороны. Извини, ему не сказали ударять. Ему сказали, говори со скалой. В этом здесь... Да, да. Ну, хорошо, окей. В данном случае, если бы я облезла, я хочу, может быть, еще один аргумент у Раши был, что в книге «Дворим» там совершенно не так описано. В книге «Дворим» он вообще не говорит об этом. Потому что вы пришли ко мне и сказали, пошли вам людей перед собой, чтобы они разведали. То есть абсолютно другого зрения там в книге «Дворим». Но здесь действительно написано почти так, как будто действительно их Бог послал. Да? Окей. Теперь дальше. Вот интересно. А вот смотрите, значит, как обычно делал Ханампарат. Мне тоже это шита, как бы метод нравится. Он приводит сначала как бы несколько разных комментариев, чтобы понять, как мудрец и как ватна здесь. Раши мы поняли. А вот Рамбан подходит по-другому. Он говорит, да, Рамбан говорит, да, выставляет несколько вопросов, которые ставят под сомнение вот эту модель Раши. Например, он говорит, смотрите, что описывается, например, в книге «Дворим». Да, в книге «Бэмидбар», то есть вот в нашем, да, написано «Шлах Леха Анашим». Мы рассказали, пошли себе. А смотрите дальше. Сказано «Вэйшлаху там Моше Альпи Ашем». Вау. То есть Моше. Во-первых, послал Моше. Во-вторых, не просто послал, а послал Альпи Ашем. То есть, ну, это опять непонятно. Он послал, как бы, как ему было, как ему было велено. Да? И теперь смотрите, интересно, это то, что говорила Нехама, но чуть-чуть дальше. Да? А вот какова реакция Моше в книге «Дворим», да, по поводу этой инициативы, да, посылания Мироглим, разведчиков. А Моше что говорит? То есть Моше как бы вообще бы диават. То есть он уже опосля, он уже знает, к чему это привело. Кстати, поразительно, что говорит Моше. «Выйтав бы иная давар». Ну, это вообще непонятно. То есть, и как бы в моих глазах это была замечательная вещь, да? Ну, как бы, это говорит Моше уже по происшествию событий. То есть, ну, он-то знает, что произошло. По идее, он должен был по-прямому, так сказать, вообще произошла чудовищная ошибка. Но он описывает, по-видимому, он просто делает протокол, как это все произошло. И он говорит, по-видимому, в его словах мы видим, что это как-то совершенно неоднозначно. Трудно понять, в чем была их ошибка. Правильно? Окей, мало того, что он послал их послова Всевышнего. Он еще говорит, что ему самому вообще-то все это предприятие вполне понравилось, да? Да? Шая, давар, было рацион. И что вот все это предприятие, это было как бы по желанию Всевышнего, да? И, может быть, даже по прямому его приказанию мы видим, то в чем же тогда проблема, да? И теперь смотрите дальше. Вот это тоже интересно. Про это нельзя забывать. Смотрите. Интересно, что даже после греха разведчиков, который привел к таким ужасным последствиям, Моше, он не как бы не перестает, не перестает. Называется лонни рта. Не могу придумать перевод. То есть, он как бы не колеблется, не колеблется. Перед тем, чтобы повторить это еще раз, ну, это вообще странно, если произошел прокол. А что ты еще раз делаешь? Он снова посылает Мераглим, да? Во время завоевания Гильада, как написано, Ваишлах Моше Лерагель Эт Яазер Ваилкиду Бноте. После этого он продолжает посылать. И это тоже большой вопрос. То есть, как бы неоднозначно совершенно. И человек сделал прокол. Ему было сказано, очевидно, те были наказаны. И все, и было очевидно, все, больше так не делать. Наверное, больше так делать не будет. Тем не менее, продолжает. Как непонятно. То есть, ромбан совершенно ставить, что на закономерные вопросы. Более того, мы идем еще дальше. Смотрите, как бы ученик, последователь Моше, Йошо Бенун от Смо, он сам, известная история, да? Который вообще, вообще говоря, был свидетелем, свидетелем одного из разведчиков, который был как бы прямым свидетелем. То есть, это он не из уст кого-то слышал. Он просто был свидетелем. Он видел все, как это происходило. Он был свидетелем этого наказания. И тем не менее, он сам-сам посылает из Шитим места, Верихо, как сказано, Шнайм Анаши Мироглим Хереш. Он послал двух людей, которые должны были опять же то же самое, Мироглим. Мироглим, это опять посылает этих разведчиков. И как бы это все, это все нас приводит. То есть, невозможно не прийти к мысли, что сама идея посылания разведчиков, она была правильная, она была закономерная, она совершенно разумной задачи, которые, или совершенно разумные действия, которые делает кто-то, должен завоевать какую-то землю. Окей? И ничего неправильного в этом не было. Итак, еще раз. Вот уже говорит Рамбан, он совершенно однозначно постановляет, он пишет такая штука, очень классный перевод. Это означает очень классный совет для тех, кто хочет захватывать земли. Что это была, то есть, если люди хотят захватывать какую-то землю, да, очень правильно послать туда разведчиков, которые пойдут и соберут разведданные, ну, простите, в каждой армии есть Агафа-Мудии называется, да, есть разведка, военная разведка, которая, без разведданных вообще ничего невозможно сделать. Так что же было неправильно, да? О, почему он считает, что это правильно? А дальше есть некоторый вывод такой, который немножко раскрывает как бы темы чисто как бы военной стратегии и тактики, да? И поэтому, поэтому в глазах Моше, в глазах Моше, это тоже, вот что он сказал, вы и так бы и на это вар. То есть, мне это очень понравилось. Почему понравилось? Потому что звучало же аналогично. Опять же, может быть, сократить человеческие жертвы при как бы завоевании, падении воинов и все, для того, чтобы посмотреть удобные ходы, куда выйти, как обход, сделать котел туда-сюда, прорвать оборону, где она слабая. Что-то нормально, да? Почему? О, почему? А вот почему? Ки, Акатув, Ки, Акатув, Лоис, Смог бы, Холь, Мааса, Фалянес. Почему? Потому что почему это понравилось Моше? Потому что он понимает, он понимает, а дальше глубокая мысль начинает. Ну, как бы до этого тоже было неслабо, но мне дальше очень понравилось. Почему? Потому что как бы идея, к счастью, в том, что все поколение пустыни, оно привыкло жить Алянесс, Весмог Алянесс. А все было, все, что оно было как бы просто очевидно и понятно. Почему? Потому что все как бы было сверху. Я не говорю о том, что как бы там ман падал, еды и все. Когда надо было, как раз в этом Порошат Шаво, который мы читали, да, было Насо. Когда облако славы Всевышнего опускалось, значит, разбивали шатры. Когда оно поднималось, двигалось, да. И вообще как бы огненный столб шел ночью, облако шло днем. Все было полной катиши, было очевидно и понятно. Никаких раздумий не было. О, а когда вступает в землю Израиля, и это уже не время пустыни, связанное с чудесами, вот там нельзя ли смог 100% Алянесс? Или вообще нельзя ли смог Алянесс? А надо полагаться как бы на сех и леша, на простое логическое рассуждение. Как обычно захватывают землю, так и ты захватываешь, так и ты действуешь. Окей? Вот, так мы поставили все точки над И, или раскрыли и сказали, что как бы совершенно непонятно. Вот теперь я подхожу как бы к заключительному, к той загадке, которую я хотел вам сказать о Викторине и сказать, а в чем, в чем, в чем, вот я же прочту вам фразу, и дальше Мироглим возвращается, да. По мнению Рамбана, грех разведчиков заключался не в самом идее их посылания, мы разобрали, что это было логично, правильно, да, а заключался, он, его уже видно, видно, откуда будет идти этот грех или откуда он идет, исходя из того, как они, что они сказали по возвращению. Вот читаю эту фразу на иврите, для тех, кто из вас, кто понимает иврит, пожалуйста, во всей этой фразе, которую я сейчас прочитаю, вы должны мне сказать одно слово, которое является ключевым, не то что для понимания, а ключевым для разрешения всей этой загадки. Читаю. Что они сказали? Эфес, ки, аз, аам, аюшев, барец. Ничего, попусту, или все это ничего не стоит. Это как бы идет после того, как они описали, что какой класс, и принесли виноградную, как это называется, лозу, лозу, не помню, как ударение поставить, да, вот это шкулит огромный, то есть показали, какой кайф, вообще сказали, что действительно завод халафы дваж, но потом сказали, эфес, ки, аз, аам, аюшев, барец. Почему? Есть проблема, потому что там живут очень крутые ребята, большие, великаны, все, и вообще у них и дальше, прочитают, и дальше продолжают, варим, быцурот, гдулот, мыот, и у них очень укрепленный голода, вегам, елидей, аанак. Вообще, говорит, мы видели великанов там. Ну, вообще не просто так, то есть там вообще не люди, там, блин, супермены живут, да? Вегам, елидей, аанак, раин, ушам. Вот если есть кто-то суперумный, скажем так, кто в этой фразе увидел одно слово, которое является ключевым. Народ. Прочитать еще раз? Читаю. Эфес, ки, аз, аам, аюшев, барец, ве, аарим, быцурот, гудулот, мыот, вегам, елидей, аанак, раину, шам. Может быть, эфес. Да, 100%. Ну, ребята, это просто звучит как бы абсолютно. Ну, стоп. Эфес, эфес. Это супер. На современном юрите слово эфес, оно тоже очень сильное, да? Это ноль. Да, это ноль, но ты знаешь, что в современном юрите тоже, даже это даже не сленг, это нормальный. Когда проще, как говорят, что он ничтожество, как говорят, ата-эфес. Вот разборка на улице, да? Он говорит, ата-эфес. Еще говорят, ата-эфес, мы упас. Ты вообще ничтожество ничтожное. Эфес, это все, что аннулирует до этого. Понимаешь? То есть по-русски это просто перевод по-русски, это, не знаю, переводится словом типа как овально, то есть все-все-все хорошо, но на самом деле эфес это гораздо сильнее. Это полное аннулирование всего, что было до этого. То есть все, что мы говорили до этого, это эфес. Это ноль. Это ничего не стоит. Вот это вот слово, оно выдало их с головой. И теперь дальше. Теперь дальше. Как мы можем понять? Вот он хорошо очень пишет. Очень хорошо пишет другой человек. Раф Искакарамы. В книге Сефира Акида. Просто в одну фразу говорит, развивает и говорит, а в чем проблема? Читаю на иврите. А вот в чем проблема. Их-то посылали как мироглим, как разведчиков. Разведданные собрать? Иди сходи, посмотри, принеси разведданные в штаб и все. Закрой дверь с другой стороны. А они выступили с точки зрения ее отцим. А они, они, вот это то, что спрашивал Тимофей. А они, они, себя перевели на другой ранг. Они перевели себя на ранг ее отцим, советников. Они сделали орг-выводы из того, что они видели. И вот это было, это был прокол в их поведении. Теперь дальше. Вот практически сейчас заканчиваю. Буквально осталась последняя фраза, но мне очень понравилось. И как бы подводя итог, да? Ну, это вот на уровне как бы тактическим, стратегическом. Мы разобрали, в чем был их прокол. Правильно? А вот если посмотреть на уровне более высоком, тоже очень красиво. Очень красиво. Пишет там. Разведчики, которые приучились или были приучены, или привыкли в пустыне к чудесам, которые имели надприродный характер, такие как огненный столб, который их вел, или облако, облако небесной славы, да? Они не понимают или не поняли, ну, не понимают, может, в настоящее время, что при вхождении в землю, в землю Израиля, чудеса закончатся. Да, чудеса закончатся. И, начиная со времени вхождения земли в землю, на них будет возложена задача. А вот какая задача? Вот это вот дальше очень, вот этот тонкий, вот тот тончайший момент, да? Какая задача? Если я сейчас продолжу на одном дыхании и прочту, на них возложена задача своими руками все завоевывать. Тогда мы опять возвращаемся к этому вопросу. А в чем проблема? Они сказали, чудеса закончатся, мы должны думать сами головой. По человеческой оценке это сделать нельзя. Тогда мы опять возвращаемся к вопросу, а в чем их проблема? Так вот, чем заканчивает, как пишет Ханан Парад, в чем была проблема? На них какая мысима? Они должны быть сами, они должны стать огненным столбом и облаком славы. О, это совсем другой вопрос. Мы видим, что здесь получается такое, они не сделали трансформацию чудес, скажите как угодно, божественного проведения на человеческие дела. Понимаете? Они просто отбросили в сторону ажгаха проведения и основались только на том, что они видели. И это было... И вот в этом, видимо, их совершенный проход. Почему? Потому что вот это отсутствие, как бы, или недостаточная вера во Всевышнее, в его проведение, так вам по-русски говорят, да, этих разведчиков, оно прежде всего выражалось, выражалось, перейдем дальше, вот очень интересно, когда она опять переворачивает туда, в чем это выражалось? Это выражалось не в том, что Всевышний разрушит эти крепости, они упадут, и не надо ничего делать. А они усомневались, либо у них достаточно была вера во что? В силу народа Израиля. О, вот как это повернуло. Вот в чем была их проблема. И поэтому, поэтому, как они за ключи, они сказали, ло-нухай-ла-лот, мы не сможем туда подняться, мы не сможем туда войти. Ло-нухай-ла-лот эля-ам. Нет, не слегка, мы не сможем превозмочь или победить этот народ. Ких-хазаку-ми-мену. Теперь дальше. Потому что он сильнее кого? Тут тоже очень, это стандартная совершенно вещь. Даже мне кажется, когда сказано, например, лыха, шлах-лыха. Пошли себе. Целое слово лыха, тут же, а почему себе? Странно. А мне это не надо, тебе надо. Точно так же. исходя из вот этого у-хазак-ми-тану, хазак-ми-тану. А, слегка, хазак-ми-мену. Это вся начинается игра. Потому что ми-мену, ми-мену, можно поведать в двух словах. Мимену – это от нас. И по как бы грамматике иврита, ми-мену – и от него. И естественно, по прямому смыслу они говорят, что он сильнее нас. А по смыслу как бы непростому, да, иносказателям, они говорят, что он сильнее него. Это что означает? Что они сильнее Всевышнего. И вот это вот дальше продолжение того, что как бы с одной стороны, уменьшая или показав себя, что они не верят в силу народа Израиля, они тем самым, тем самым, они показывают, что они не верят в силу Всевышнего, который дает народу Израилю силу для того, чтобы завоевать. Окей? И вот очень интересно, заканчиваю последняя фраза из-за трактата Сота. Талмуд говорит, аль-тикри, аль-тикрасность, не читай, мемену, мемену в смысле, мей-тану, не читай, не переводи, что они сильнее нас, эл-ми-мену, а от него, кто такой он? Мирибон ау-ламин, владыка всех миров. И дальше пишут, кивы яхоль афилу бааля байт, иной яхоль лау цикки лав мишам. И говорят, что такое впечатление, не настолько крутые, большие, что даже бааля байт, то есть как бы Всевышний, Всевышний, он не может с ними справиться. Ну вот такая, вот мне кажется, такое интересное соотносственность закручивания, то есть как бы не однозначно, а с другой стороны раскручивание вот этой вот пружины для того, чтобы понять, в чем была проблема. И опять же, как правильно, как бы отгадал, сказал Андрей, действительно, вот это слово эфис, оно сто процентов выдает, выдает, в чем был их главный прокол. Ну окей, то, что я хотел доложить по словам Ханан Парад. Может, можно спросить? Что? Спросить, можно? Можно спросить? Да, конечно. Отлично. У меня вопрос. Вот, это глава, почему, и почему она стоит после предыдущей главы, где рассказывается о Мирьям и ее проказе? Это первый вопрос. Второй вопрос. Давайте остановимся, слушай, я его не очень понял. В чем проблема? Ну, эта глава... Он хочет сказать, что это связано с вашим народом. Да, именно это я хочу сказать. Второе. Там сказано, во-первых, от себя, во-вторых, сказано послать лучших людей, а не глаз. То есть, людей из народа. То есть, те, которые представляют интересы каждого колена. Это вот... В чем вопрос? Слиха. Почему эти люди вдруг не пришли к тому, кто их посылал, а пошли к народу? Я думаю, вот эти три события могут какой-то свет пролить. Смотрите, я вам скажу так. На последовательность у меня нет прямого ответа, почему это именно идет, почему такая последовательность. Я не вижу связи с историей... Это подчеркивают часто, что и то, и другое это Лошонара. Там Мирьяна говорила... А, ну, может быть, на уровне Лошонара-звословия. А в смысле комментариев есть очень много. Интересный комментарий Маргарин, и много других. Потому что расценивать, с какой целью их послали, было ли это чисто военное посылание, или также и гражданское, чтобы от каждого колена было свое людей, которые рассмотрят землю с точки зрения подходящей для жизни, и прочее. Есть много разных очень подходов здесь. И Натан, он какую-то линию правил. Мы, так сказать, задаем вопросы в отношении той логики, которую он правил. Добавить есть еще очень много. Вопроса нет тогда. Если я должен, а про это отлично. Я согласен. Всегда можно добавить что-то. Это правда. Но у нас сегодня уже и так затянулось. Не, не, секундочку. Я извиняюсь. Не, 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 все правильно. Сейчас хотел только сказать все-таки, потому что это прямо вот почему они не вернулись и не сказали, кто им посылал. Вот про это я действительно читал. Про это совершенно однозначно действительно отбивается. Вы сто процентов правы. Это действительно ставит своим это вину. И это в русле вот того, что я излагал. Потому что как разведчики они должны были собрать разведданные, вернуться действительно к Муше и сказать раз, два, три, четыре, пять. Все. Он бы им сказал, ребят, спасибо за разведданные. Я буду думать, что делать с этим дальше. Они собрали народ, они повели себя в роли даже не просто советчиков, а в роли как бы тех, которые хочут повлиять на... Они как бы это популизм называется. Они собрали народное собрание и стали убеждать народ. Окей? Вы мягкий добрый, вы мягкий добрый человек. Я назвал бы их предателями, раз. Я назвал бы их бунтарями против Моше и Аарона, два. И я сейчас распутываю вот их деяния тех десяти колен, откуда они, я распутываю своими горестями. Мы распутываем всю жизнь нашего народа. Это одна из... Для меня это центральная часть тары, которая мне нужна, чтобы выжить. Натан, можно я попробую чудес? Сейчас, Эмиль, полсекунды послены хамы, если можно. Это кратко будет. Да, я просто хочу вспомнить, многие, наверное, знают это замечательное высказание, что мы должны заменить облака слабых, что как бы, да, чудеса будем делать своими руками. Известная история про спасение Цфата. Говорят, что там была чудесная составляющая, естественная составляющая. Мудрецы Цфата сидели и молились, а это была естественная составляющая. А чудесная была то, что бригада Пальмаха поспела вовремя. Окей. Ну, нет. Все знают или все не смеются, не знаю, к чему. Не, ну почему? Все, ну, Братсва знают, Давидка тоже в Иерусалиме была у нас. Давид, да. Окей. Эмиль, мы слушаем, только если можно. Я считаю, что надо проверить, насколько я так смутно помню, в книге Двори, когда упоминается этот эпизод, там как бы говорится, что вы мне сказали послать разведчиков. То есть там это выступает уже теперь нет все выяснило, нет Маше. А Цивонос, то есть в этом нет никакого прокола, то есть это нормально было послать, чтобы, как я уже раньше сказал, что сама цель, собственно говоря, как я ее понимаю, была именно, что Маше рассчитывал, как бы, что они похвалят эту землю, и весь народ заразится желаниями, поскорее хочет, давайте пойдем завоевать. Получилось совсем по-другому. И мне кажется, что Маше здесь, как бы, я не знаю, кто-то упоминает это или нет, я этого нигде не видел, но вот то, что Маше, когда их посылает, он это все вопросы земли, он дает, как бы, в виде альтернативных вопросов, да, хороша она или плоха, точна она или точна, есть ли они или нет, понимаете, то есть он, как бы, выражает какое-то такое, вот, то есть, это можно понимать, как его сомнения тоже, то есть, с одной стороны, он может быть уверен в себе, что они скажут, как она такая хорошая, все хорошо, все здорово, как это и оказалось, собственно говоря, да, они скрусили просто, но, сами эти альтернативные вопросы, они дали возможность разведчикам, как бы, большей свободы в толковании, да, то есть, они решили, что, значит, если Маше так задает вопрос, значит, может ли она действительно плоха, может быть, действительно, там народ слишком сильный, ему невозможно давать, если это альтернативное, такое вот, оно какое-то не, то есть, можно ли сказать, что сам Маше как бы побаивался или не верил или нет, то есть остается вопросом это все, да, насколько сам Маше как бы однозначно проявил, вот или он хотел просто объективного взгляда, вот, или он надеялся, что в противоположность его сомнения они придут и скажут, что как она хороша идемте завоевывать, вот но в этом есть какой-то, как бы мне кажется, такой вот странный момент, то есть, да, то есть просто сказать, пойдите разведайте какова она и как нам как нам ее завоевать лучше, да, то есть не послали для этого, да, не сказали идите посмотрите, как мы будем продвигаться и как мы будем завоевывать эту землю, да, как это сделаешь, да, то есть и какое настроение у народа вот ну, конечно, как бы главный момент во всем этом это то, что и сказано что не иди за глазами своими и за сердцем своим, то есть то, что видеть глаза, то, что тебе эмоции говорят это не то, что ты должен знать их послали собрать разведные дамы точнее, не иди за глазами своими они должны глаза видят то смотрите, глаза видят то, что видит твой раз в месте как бы поэтому и сказано не иди за глазами если бы это было так вы послали латур ну, Эмиль вы говорите в пасухе, в котором сказано альтатуру а в пасухе, в котором мы говорим сказано латур но это как бы прямую сказано сделать латур так вот в том-то все и дело что когда ты идешь ты видишь ты видишь то, что внутри тебя есть если у тебя страх то так у тебя видят глаза если у тебя есть вера в священную то видишь совершенно другое так как видели так они они видели разное почему они видели разное потому что у них была вера у других не было веры можно одну фразу? да да, пожалуйста вот я как раз сегодня прочитал статью Рава Деслера вот она вообще на другую тему но там разбирается то есть вы конечно это все знаете вот но общая логика примерно такая что народ изначально уже к этому моменту не хотел входить в землю просто искал повод Маше это чувствовал отсюда и его колебания отсюда и фразы Всевышнего пошли себе или пошли от себя вот и разведчики так сказать просто и поэтому они ну это я уже так продолжаю поэтому они и к народу пошли потому что они чувствовали чего от них ждут на самом деле с каким настроением их послали они выполнили это настроение социальный заказ типа да что у Деслера прямо были такие слова что Маше сомневался нет я не вам спрашиваю я того кто цитировал я не вас тот кто цитировал я сейчас быстренько найду или потом пришлю я думаю что Маше там ни в чем не сомневался но вот он так задает вот так он их посылает он их посылает как разведчиков посмотреть нет он сказал вот идите на юг страны я помню Слава смотрите Слава какой народ народ живущий в ней Слава Эмиль Александр я дико извиняюсь какова страна мы сейчас можем проводить Эмиль смотрите ну мне Костянович по отношению к тому что как бы я сказал мне кажется что Андрей сказал ситуация неоднозначная даже мудрецы мы видим Раши Рамбан что она по-разному к этому как бы относится понимаете поэтому сейчас опять начинать найти ну смотрите со словами все это очень просто но было на самом деле так мы не придем к этому эта ситуация сложная понимаете и понять это сложно поэтому сводить это к простой банальной формулировке они были предатели сволочек набить к стенке не совсем так понимаете поэтому мне кажется это не очень правильно сейчас направление мы будем мы уже можем сидеть сейчас как бы припираться очень долго после того как мы все выслушали как бы то что сказали как бы мы как бы изложили комментарий в котором пытаются понять эту ситуацию она сложная Сложно, конечно, сложно. Конечно, сложно отправить народ на 40 лет умирать. Есть ответ совершенно конкретный. Вы же не говорите, что вы, которые видели чудеса, которые я сотворил и все, и вы мне не поверили, когда я вам сказал, что это значит. Это значит, что этот народ не сумел сказать, у него это рабство, оно еще не вышло из него. Они были назначены, действительно, они были, может быть, очень умные, и все деловые, и все. Но у них не было этого духа. Не было. Представляете, если у них не было. Это ситуация неоднозначная сегодня тоже. Смотрите, переезжайте на современный Израиль. Раф Шерки придерживается однозначной точки зрения. И большинство из нас, сидящих здесь, или которые живут в Израиле, они как бы идут за Раф Шерки. Но есть Романим, которые читают по-другому, потому что это тот же самый Раф Афадия. Понимаете? Поэтому я опять же скачаюсь к тому, что очень просто сказать, они предатели, там все. Зачастую ситуация, она непонятная. И от человека зависит принимать то решение, либо другое. Так мне кажется. Они предатели по отношению к Маше и Арону. Потому что они не выполнили их заказ. Ну, у них заказ был. Они пришли и рассказали то, что они видели. Кому? Не важно сейчас кому. Они собрали. Может быть, такая приедет была. Сейчас неважно кому сказали. Они сказали то, что они видели. Они ничего не нарушили. Они против Маше. Да ничего не против Маше. Они не говорили против Маше. И кроме того, я должна добавить, что посылание их было публичное. В отличие от того, что приводил Натан, цитату сейчас произошло, что он послал разведчиков в тайну. Когда посылают их в тайну, они приходят и говорят начальнику штаба. А тут посылали публично. Идея такая, что вернуться и сказать тоже публичные результаты. Почему нет? Да. Неочевидно. Я бы напомнил слова из песни Высоцкого. Как он слышит, так и пишет. Как он дышит, так и слышит. Понимаете? То есть то, что у него внутри, то и выходит наружу. Понимаете? От этого в этом все зависит, что у человека внутри. Так у него работают глаза. Это не просто механические. Это не просто фотоаппарат, который он заснял и принес фотографии. Он должен проявить какое-то свое внутреннее видение, которого у них не было, которого они боялись. И этим они заразили весь народ. В этом игре. Стоп. Они не заразили. Они были лучшими представителями десяти колен, которые из среды их. Оказывается, что самые лучшие оказались неспособными. Да. То есть эти десять колен не верили ни во что. Да. Мне симпатизирует ваше желание всех расставить по углам и прийти к простым. Нет, у меня нет к простым. У меня есть одна цель – прийти к Богу. Больше никакой цели нет. К Богу. Никакой другой цели нет. Я торучил, чтобы прийти к Богу. Ну, смотри, прийти к Богу мы все идем к Богу. Вот Беннетт, который сейчас будет главой правительства. Вот сколько-то времени назад, да, у него главная программа партии была распространение израильского ребонута, да, юрисдикции нашей такси. А сейчас он вообще про это не говорит. Он не идет к Богу. Он идет к Богу. Он считает, что это временно делать нельзя. И так дальше. Понимаете, реальная жизнь, реальная жизнь, она связана со многими, в общем, неоднозначными вопросами. Это же очень четкий совершенно пример как раз Хеттлера Глимпа, потому что когда встал вопрос о СИПО, когда еще был Трамп, то есть распространение суверенитета, то кто выступил против главным образом? Именно Совет Поселений выступил против, потому что он сказал, нет, мы не хотим частичное. Ребят, мы сейчас будем, это тема для дальнейшего обсуждения, потому что СИПО еще раз подтверждает, что в реальной ситуации совершенно не очевидно, что надо принять. Все правильно. Все правильно. Точно, точно, точно полностью согласен, Натан, полностью согласен, с вашей концепцией полностью согласен. Нет, нет, я с вами тоже согласен, смотрите, я просто говорю, что в реальной ситуации зачастую мы мучительно думаем, где правильный вывод. Действительно, как правильно сказал Эмиль, смотрите, с предложением как бы Трампа, правильно? Разделились голоса, кто-то говорил, что это подарок, что это надо использовать, что такого второго не будет. И, по-видимому, эти голоса были правы, судя по тому, что потом произошло. А вот были люди, в том числе Муэцет Еши, Совет Поселений, которые сказали, нет, мы против этого. Смотрите, это очень позор получается, потому что после присоединения будет другая совершенно власть, будет государственный, это установленный закон, и все. Там было много. Совет, он не нужен никому, это будет. Будет все как в нормальном государстве. А так они сидят на верхушке, они главные люди, они управляют. Там есть разные аргументы. Разные аргументы, разные аргументы. Главное, что мы ищем. Предлагаю, если можно... Главное, что мы ищем. Это самое главное, что мы ищем, и есть дух искать. Сто процентов. Рассматривать, а не идти по какой-то дорожке того или другого, или третьего. А что мы пытаемся, именно 70 ликов у вас написано. Это стоит, привлекает. Агит, спасибо. Да, спасибо всем присутствующим. Было замечательно, отлично. Споры – это часть нашей агит-компании. Так что все нормально. Спасибо всем выступающим. Эмиль, спасибо. Андрей, спасибо. Нехама, спасибо. Ну, я как бы тоже минимально. Ну, хорошо, господа, на этом заканчиваем. Спасибо. Окей, все, счастливо, до свидания. Спасибо. Вопросы очень сложные. Всем счастливо и пока. Хороших новостей.